Приветствую вас, давайте рассмотрим ваш вопрос. Мне такая история, мне 28 лет, в декрете с полугодовалым малышом, полуторагодовалым малышом. Муча 32, работает на двух работах, пятидневка и фриланс, копирокоператор. Еще во время моей беременности муча переехал в другую комнату, в плане сна. Ему так удобно, может заниматься своими делами, защитить и вставать, когда удобно. Проблема в другом, он совсем перестал за собой следить, поправился до 100-10 кг, часто не ходит вечером в душ. Ему свободного времяпровождения, это компьютерные игры или аршивы, новая игрушка. Еще не проходит неделя, чтобы не купил спиртного, раз в неделю стабильно, потому что нервы и нужно мозг расхладывать. Это происходит и при мне, когда смотрим кино, к слову, я не пью вообще. Это началось со времен моей беременности, из-за этого стал вообще плохо выглядеть, вроде молодой мужчины, а уже больше 40 можно дать. При этом он неплохо зарабатывает, уделяет время сыну, пока я хожу в спортзал, там ходить не хочет. Я за собой слежу, занимаюсь с ребенком, есть хобби учебы, готовлю и убираю. Прихожу к нему в гости в другую комнату, но я чувствую, что страсть уходит с моей стороны. Я становлюсь холоднее, многие вещи неприятные и непонятные. Я боюсь, что если обращу свое внимание только на себя, то совсем остыну к мужу. Ну и спасать я его стал своими советами, что посоветовать. Ну, здесь, во-первых, что нужно, наверное, сказать, в первую очередь, это то, что психологи не дают советов. Это первое. То есть мы вам не будем советовать что-то. На мой взгляд, это было бы вообще некорректно. То есть в данном случае некорректно давать совет. Как мне кажется, да, то есть как бы вот давать совет, это было бы неправильно, с точки зрения психологии. Мы можем помочь вам, помочь вам разобраться в себе. Мы можем это сделать. Но давать советов нет. Давать совет — это некорректно. Это первое, на что хочется обратить ваше внимание. Второе, на что хочется обратить ваше внимание. Мне кажется, что ключевой особенностью и ключевой, можно сказать, проблемой является отсутствие между вами и вашим мужем общего. То есть вот такое ощущение, что между вами нет общего ничего. То есть вот такое чувство, да, что вас, ну, вот как будто бы вообще, знаете, ничего особо не связывало. Ну, вот, ну, вот, с супругом. Все, что вас объединяет — это ребенок. Такое ощущение, что в определенный момент вы всю свою активность по отношению друг к другу свели к исполнению, выполнению, если угодно, роли мужа и жены. Позиция, честно, честно скажем, так себе. Вы говорите о страсте. Как мне кажется, сами, ну, самостоятельно, да, я до конца, отдавая себе отчет в том, что на вот страсти, да, ну, на одной страсти, например, в общем-то далеко не уедешь. Это нужно понимать. Вот. Нужно понимать, что... Отношения — это не... Не только и не столько страсти. Отношения — это в первую очередь, пожалуй, уважение друг к другу и наличие чего-то общего между вами, как я уже сказал. Вот. А страсть, она, в общем и целом, ну, заканчивается и проходит спустя несколько лет. Что, в принципе, представляется вполне нормальным и адекватным явлением. Исходя из этого, получается так, как будто, что у вас была страсть когда-то, и вы, в общем и целом, как будто бы за нее, за эту страсть цепляетесь. Вот. Такое у меня впечатление создаётся. Ну, а то, что цепляться за страсть по, я надеюсь, уже понятным причинам нереально, вы игнорируете и вам страсть. Вот. Дальше. Следующий момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. Следующий момент. Он касается, конечно же, того, что вам многие вещи непонятны и, как вы говорите, неприятно. Это очень важный момент, потому что вы здесь как будто бы не коммуницируете со своим супругом. По поводу важных для вас, ну, моментов. И это связано с тем, как вы, ну, как вы коммуницируете. Вот. То есть, как вы общаетесь, как вы взаимодействуете друг с другом и так далее. Как вы обсуждаете вещи, которые вас волнуют, как вы обсуждаете их, вот и прочее. Это нормально. Это нормально, что вам что-то непонятно и неприятно. Это можно и нужно обсуждать. Понимаете, да? Поэтому я думаю, что как-то вот ваше общение здесь претерпело в какой-то момент серьезное, ну, изменение. На мой взгляд, на мой взгляд, вот то, что нужно сделать, это скорректировать ваше общение. Вообще понять, хотите ли вы общаться. Да? Хотите ли вы вот взаимодействовать, ну, условно говоря, друг с другом. Да? По каким поводам вы хотите взаимодействовать, взаимодействовать друг с другом и прочее. Вот. Это очень важные вещи. Если на эти вещи не обращать внимания, то само собой ваши отношения будут себя изживать. Что как бы логично. Вот. Вы здесь какой подход транслируете к твоему мужу? Вот. Вы транслируете подход, значит, следующего плана. что он меня не устраивает. Говорите вы. Я могу вас понять, что он вас не устраивает. Ну, как бы вот. Прекрасно. 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 Могу вас понять и так далее. Но. Должен ли он вас устраивать? Вот в чем суть. То есть, вы не принимаете мнение мужа. Вы обращаете на них внимание. Вы говорите, что вам что-то не нравится. А как он, в смысле, ваш муж к этому относится? Знает ли он о том, что есть, ну, есть вещи, которые вам не нравятся тогда? Говорите ли вы об этом? Или вы используете только, только советы. Вы используете только советы, например, когда вам, ну, когда, когда вас что-то не устраивает. Вот. Вот. Это, понимаете, вот история очень, очень важная. И очень, я бы сказал, серьезно. Вот. Понимаете, да? Такая штука. Поэтому, на мой взгляд, работать вам нужно в этом направлении. То есть, в первую очередь, определиться со своей позицией. Вот, что у меня, ну, какая у меня позиция, какая у меня точка зрения, да? Как я это в целом, например, вижу. И, в общем и целом, чего я хочу. Дальше, чего я хочу. Вот. 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 Вот здесь. Очень важная история для формирования вашей позиции. на которую бы вы могли, скажем так, опираться. Сейчас вы, понятное дело, что не опираетесь на себя и не опираетесь на свою позицию, а больше как-то вот пытаетесь в адаптацию идти именно в адаптирование, то есть подстроиться пытаетесь, грубо говоря. Но не обсуждать. В то же время вас вполне возможно сдерживать быт, вполне возможно, что вас сдерживает то общее, что между вами, например, есть и то общее, что вот вы как-то успели, значит, ну, грубо говоря, нажить то, что вы успели нажить. Ну, так это, в общем и целом, весьма мало, как, в общем-то, и говорит мой коллега Кудрячев Игорь Леонидович. Игорь Леонидович, этого очень мало. Этого очень мало для того, чтобы, ну, чтобы быть вместе. Вот. Вот. Потому что, ну, нужно вот, нужны другие, более серьезные, что ли, аргументы, основания для того, чтобы вам иметь возможность выстраивать вот такие отношения, в которых вам было бы хорошо. А сейчас такой возможности у вас как будто бы нет. Вот. Понимаете, да? Поэтому, на мой взгляд, по моему мнению, сначала необходимо, так скажем, разобраться в себе, вам, вот, спросить себя, что на данный момент, вот именно на данный момент, на конкретный данный момент, что вы чувствуете к, значит, к своему мужу, вот. что вы хотите, если хотите, если хотите, ну, для него, вот. и дальше уже решать, как это, ну, скажем так, реализовывать. Вот. Вполне возможно, что вы, действительно, разные люди, вам, действительно, ну, пора задумываться о том, чтобы вот, ну, как-то, если не расставаться, да, то, по крайней мере, отдаляться, признавать, что, признавать, что, признавать, что вы разные и как-то вот с этим, с этим взаимодействовать. Может быть, это кризис, и вы сможете, ну, достаточно хорошо его пройти, этот кризис. Вот. Но, для этого вам нужна помощь. Ну, опять же, как бы, вот, самостоятельно вы, ну, не справитесь с этим. Вот. Как мне кажется. Самостоятельно вы сможете только свои отношения, ну, условно говоря, разрушить. И ничего, ничего хорошего из этого не выйдет. То есть, ну, вот, не получится ничего хорошего. Поэтому при наличии, скажем так, кризиса, в, ну, отношениях, просто обратитесь к, вот, третьей стране для получения помощи. Вот. Я это вижу таким образом. Ну, вот, сейчас. Советовать. Именно, 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 вот, давать какие-то советы. Ну, мне кажется, неверно и некорректно. Просто неуважительно по отношению к вам. Вы имеете право на свои, на свое мнение, на свою точку зрения, на свою позицию. И мужчина тоже имеет право. Другое дело, что ваша история выглядит несколько пассивно. Смотрите. Смотрите. Вы пишите. Я в декрете с полугодовелым, с полугодовелым, с полугодовелым малышом. Мы уже 32. Да? Вы пишите. Как вы пришли к тому, чтобы стать родителем? Родителем. Сколько вы жили до этого и какое значение имеет для вас ребенок? Мужно работать на двух работах. Пишите вы. Какое, опять же, это имеет значение для него? Какое это значение имеет для вас? Понимаете? То есть это все очень важные моменты. Все очень важные истории. Как, условно говоря, вы относитесь к тому, если он работает? Работает вот на, ну, на двух работах. Условно говоря. Как вы относитесь к тому, как муж относится к тому, как муж. Ну вот. Это очень важно. Дальше. Вы пишите. Во время беременности муж приехал в другую комнату в плане сна. Ему так удобно, может заниматься своими делами, ложиться вставать, когда удобно. Я понимаю. Это правда. Действительно удобно. Но, опять же, обговаривали вы это, не обговаривали вы это, согласились вы на это, не согласились вы на это. Здесь не ясно. Здесь не ясно, а слово «совсем». Понимаете? Вот. ясно. 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 Представим. Ясно, ясно. Ясно. отдельные изменения в его поведении, но за этим нет понимания личности, как будто бы человека. Он же как-то к этому пришёл, он же почему-то перестал за собой следить. Это не происходило перманентно. Дальше. Его свободное времяпровождение, компьютерные игры и VR-шлем нового игрушка. И допустим, в этом ничего плохого нет. Ну допустим, по крайней мере. Вопрос-то в другом. И поддерживаете ли вы этот интерес? Потому что, опять же, мне показалось, что скорее нет, чем да. Хотя, хотя, хотя я могу быть не прав. Но вот мне показалось, что вы интерес своего мужа не разделяете. Отдельно хочу пояснить. Ну, на всякий случай хочу пояснить, да. Просто. Что вы не обязаны разделять его интерес. Вы не должны. Если вам это не интересно, если вас это не интересует, то вы не должны. Дело здесь немного другом. Что вас связывает, да. Тогда. Если вы не разделяете его интерес. Вот что интересно. И на это ответа пока, как вы понимаете, у меня нет. У него время при воздействии игры вы этот интерес не поддерживаете. Что между вами общего. И еще не проходит неделя, чтобы не купил спиртного раз. Неделя стабильная, потому что нервы, нужно и мозг расслабить. Опять, опять же, можно кричать в панике. Да, можно кричать в панике, что вот. Человек спивается. Человек спивается. Алкоголик и прочее, прочее, прочее. Но, давайте без драматизации, попробуем к этому пройти. Вот просто без драматизации. Человек нервничает и у него напрягается мозг. Как этот феномен отражается в вашей совместной с ним реальности, в вашей совместной с мужем реальности. Что человек, по сути, живет, ну вот, значит, в таком состоянии, условно говоря, что он все время сталкивается с нервным переживанием. Опять же вопрос. Обсуждали вы это с ним? Не обсуждали вы это с ним? Говорили ли вы с ним об этом? Или не говорили вы с ним об этом? Что он напрягается? Что он напрягается, что ему как-то вот, ну, что ему нелегко и прочее, прочее, прочее. Вот. Я сейчас, причем без, там, ну, ну, я сейчас без, ээээ, Все не сарказма, об этом говорю, на всякий случай, точно, вот, то есть как бы никакого сарказма нет, я говорю сейчас, ну, совершенно серьезно, потому что тема серьезная. Понимаете, то есть вот, проще всего, да, проще всего, ну, как-то вот, на человека пожаловать, проще всего, но не понять его. А когда? Нам легче жаловаться, но не понимать, человек, при каком, так скажем, подходе нам так легче делать. И на этот вопрос тоже можно найти ответ. Нам это, нам это легче делать, то есть нам легче жаловаться на человека, чем понимать его. Когда мы не очень понимаем себя самым, вот. То есть если мы сами себя понимаем не слишком, то нам легче начать жаловаться. Дальше. Значит, что-то происходит при мне, когда смотрим кино, к слову, я не пью вообще. Опять, у него есть культура употребления алкоголя, у вас нет. Да, то есть как-то вот разница. Опять же вопрос, а что вас объединяет? Ну, это началось со времен моей беременности. Ну, там, очевидно, что-то произошло. Дело здесь не в нервах и в расслаблении мозга. Из-за этого стали вообще плохо выглядеть, вроде молодой мужчины уже больше 40.00 назад. И как вы это воспринимаете? При этом они плохо зарабатывают, уделяют время сыну, пока я хожу в спортзал, сам ходить не хочет. А должен? Я за собой слежу, занимаюсь ребенком, есть все чехол по учебе, готовлю. Убираю, прихожу к нему в гости в другую комнату, но я чувствую, что страсти уходят с моей стороны. Ну, так, процесс совместного проживания, естественно, страсти уходят. Но, во-вторых, остается уважение, остается личностное взаимодействие. Есть это у вас? На мой взгляд, нет. Я становюсь холоднее, многие вещи неприятные, непонятные. Почему не, ну, как бы, не прояснить это? Боюсь, что если обращу, обращу свое внимание только на себя, то совсем, совсем остыну к мужу. Почему это вызывает страх? Спасать его снова своими советами. Изучите треугольный Карпман здесь. Вам это будет полезно. На мой взгляд, на мой взгляд, по крайней мере, будет полезно. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Удачи вам. Всего доброго. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok